Компания «Агромеханик» – что это за компания, чем она занималась и чем она стала заниматься после 24 февраля? Компания «Агромеханик» возникла как производная от моего старого первого бизнеса, который занимался оказанием услуг по уборке терновых. В один момент мы обнаружили, мы же еще параллельно компаниями сами себе капиталили, реставрировали, ремонтировали и так далее. И, как следствие, образовался изначально сильно наполненный склад запасных частей, а потом избыточно наполненный, присвященный. И было принято решение вынести это все в отдельное направление. Сейчас могу ошибиться, наверное, в 2018 год примерно. В период, когда Классовский завод, а мы работаем преимущественно по Классовскому, в Краснодаре, начал активно наращивать темпы производства. Если не ошибаюсь, там 300 комбайнов, потом 400, 500. И на пике своей сверхэффективности там уже доходило, говорят, до 700 в 2021 году или 2022. Ну, то есть, я могу ошибиться, я не эксперт, но цифрами вот такими владею. Естественно, это были очень хорошие времена, когда цена на зерно росла каждый год. Рост цен был везде и цена на зерно. И конкретно на территории нашей страны наблюдалось активное насыщение импортной техникой, сельскохозяйственной, в том числе и зерноуборочной. И поэтому возникла идея абсолютно подстраивать обстоятельства, которые происходят вокруг, вынести в отдельное направление. И мы это сделали, арендовали большой склад тысяч квадратов в городе Краснодаре, в районе немецкой деревни. И пошло-поехало. Тут уже пять лет, пятый год. Сначала возились только в Европу. Ну, а дальше уже. Как изменилась ваша работа после 24 февраля? Как изменилась? Ну, как изменилась? Интересно стало. Надо же сейчас такое время поликорректно выражаться. Сначала был стресс. Сначала, скажем так, была пауза. Все думали, ну, вот сейчас кто-то как-то куда-то примет какое-то объективное русло. Ну, люди же до последнего не верят в то, что все не так хорошо, как кажется. Потом, когда стало понятно, что ситуация усугубляется, и плюс еще рост валюты начался по рынку, ну, скажем так, легкий психологический нокаут. Что я хочу сказать, это то, что были большое количество контрактов, там, по поставке прицепной техники, тракторов, импортных, начали срываться. И, естественно, поставщики оповещали своих клиентов, и это уже начинало все приобретать лавинообразный характер. Потому что мне посыпают звонки, а вы точно приедете, а вы точно поставите. В том году у меня было большое количество заказов по капитальному ремонту класса, или 11 или 12 штук. И мы все эти контракты закрыли, один компайн не успели, и вот сейчас все это отдаем вам. Один опоздательный. Все люди нервничали, дергались, переживали. Что еще можно отметить? Можно отметить срыв поставок, можно отметить неприятные заставки на сайтах импортных организаций. «Ноу вор», «Топ вор», «Террористические обвинения». То есть ты заходишь на сайт организации, который тебе поставляет. Надо еще иметь в виду, что в Европе много, из поклонников было много иммигрантов, украинцев, и менеджеров, с которыми мы контактировали, это были люди украинского происхождения. То есть это все наложило на такой сложный психологический момент. Если говорить о деньгах, то вслед за ростом курса начался, ну, вроде как бы оправданный рост в пересчете на валюту, но я хочу сказать, что он еще был и психологически тоже перекачан. То есть не было таких, до такой степени прямых арифметических обоснований, до такой степени затирать цены. И даже когда валюта вернулась назад, она вернулась назад, причем на сумму гораздо, на стоимость гораздо ниже, чем до 24 февраля была, все равно существенно цены не произошло. То есть рынок запчастей подорожал и усложнился, затянулся, стал долгим. Кула не постала. Какие-то компании напрямую вам говорили, что они отказываются с вами сотрудничать? Ну, смотрите, у меня уже был логистический центр в Турции. То есть независимо от того, что случилось все эти события, он у меня был еще с 21 года. Я начал это делать и в 2020 году активно так завершил. Цель была именно, скажем так, сконцентрирована с разных заводов ввозить грузы и отправлять одним большим контейнером, ну, дабы выиграть на логистике. И плюс ко всему, если что, есть такой момент, когда с Европы привез и ошибся в каталожном, либо в размерах, уже вариантов ввести назад не нет. То есть, ну, все, ты или покупил ненужную деталь, либо купил брак там, то если брак, то еще можно что-то решить, а если ошибся в размерах, еще в чем-то, то это просто тебе остается в нагрузку. Вот, исходя из этих двух соображений, экономия логистики и анализ качества, да, и соответствие, мы это сделали, и вот когда начались сбои поставок, там, начиная, давайте я буду просто по своей стиле говорить, там, по ремням, по ремням, по ремням, по ремням, это ведущие западные аналоги, да, на все бренды техники они производят ремни. Плюс подшипники хорошего качества, не подделка, а сейчас рынок, которые свечут подделку, а настоящего качества, да, оттуда вот в территории Турции мы, допустим, обращались, ну, конкретно в фирме не стоит, четко было сказано на отрез, ни одному филлеру, ни греческому, ни турецкому, ни самбульскому, ни Занкары нельзя выписывать счет под туру экспортную для дальнейшей транспортировки товара в России. Ну, вот такой пример могу произвести. Также, допустим, оригинальные запчасти классы я могу купить на территории Турции для того, чтобы, ну, не знаю, положить их в другое помещение, экспортную компатуру, на то, чтобы я это поставил в Россию, мне не дают, если для России. То есть мы пробовали масло, купили, еще там какие-то моменты, не дают. Для личных нужд, там, я какие-то дефицитные запчасти, реле, кнопки, там, такое, в основном, в чемодане просто перевозил в том году. Ну, это я лично, там, смешными партнерами. А среди запчастей с какими возникали наибольшие сложности? Как понять себе запчастей? В марте? Ну, вообще, да, в прошлом году. Что было совсем не достать? Ну, смотрите, да, в прошлый год надо немножко разделить, там, еще такой важный момент отметить. Оставки же на складах еще оставались, во-первых, да, во-вторых, там, какие-то контракты, там, кто-то в путь идти был. У меня, допустим, когда это все началось, груз был большой в пути. Только шутка в том, что, там, мы его покупали, там, по 78 долларов рублей за доллар, а когда он припыл в Новороссийск, растамаживали уже по 115 рублей за доллар. То есть общая стоимость груза в рублях, там, исключительно выросла. Незапланированные затраты были на государственные платежи, на счет Кюрлевского положения. Вот, но в прошлом году еще более-менее, в мой взгляд, почему, потому что были остатки, были товары в пути, были какие-то запасы. Сейчас я могу сказать на анализе тех заявок, которые мне поступают. Ну, у нас довольно узкий сектор, но, скорее всего, его можно распространить и на что остальное. То есть мой сектор, это зерно-упорочный комбайн. Больше мы его не за что соберемся пока. Наверное, самые, самые такие заметные сложности, это джангит. Очень много заявок, которые возвращаются по кругу от раз фирм-посредников. То есть я понимаю, что уже попросили первичники, те, кто будет, ну, конечно, те, которые потребляют. Я понимаю, что эти заявки просят еще с других мест, и их очень много. Посетим по 8 дней. На тракторы, на комбайны. Ну, сейчас прям особенно на тракторы, но на комбайны тоже не там. Также я отмечаю по... Ну, есть там телеграм-каналы, и ватсап-группы, где находятся ребята, которые занимаются этим направлением, которое я представляю. Именно джандировские комбайны, люди начинают хотеть продать американцев. Ну, есть, вроде бы, я лично не владею джандировыми, у меня нет тракторов джандиров. Вроде как бы образовалось или два или три поставщика, которые гарантируют, что поставки будут затяжные, там, два-три месяца, ну, типа будут. Здесь, наверное, надо больше такую тему более откровенно, точнее, не откровенно, а развернуто сможет ответить кто-нибудь из представителей федеральского направления, у кого парк техники довольно широкий, разнообразный, ну, более детализирует. Я говорю лишь то, что я наблюдаю, а детализирую и пишу. Какие решения Вы приняли, чтобы обеспечить запчастями Ваших российских клиентов? Мне, получается, историческая предупредительность помогла в этом плане, что планировали просто какой-то перегрузочный портал сделать, да, там, по рабочей визе заехал, или я, или мой помощник, Вадим, который занимает запчастями, перебаковали груз, это правильно сложили, для того, что у нас в России постоянно ужесточаются таможенные требования, да, вот, отхартировали, получается, поставку груза для самих себя же и вернулись обратно работать. А так получилось, что это все сейчас превращается уже в склад хранения, то есть запчасти мы закупаем на вперед, то есть у нас вот в складах два контейнера купили на той неделе, это получается конец января, начало килоголя, да, а за часть сидений мы собирали с сентября, октября прошлого года. Потихоньку складывали, накапливали, набирали осадки и забили под самую крышу и очень большое количество одним маслом от той точки сейчас планируем перебросить. то есть, получается, отвечая на ваш вопрос односложно, мы создали запасной склад накопления хранения в себе. Я не знаю, можно ли об этом публично говорить, получается, вы закупаете теперь как, не знаю, как дилер в Турции запчасти, потом их переоформляете и отправляете в Россию или как, чтобы этот запрет на поставку обойти? Я не знаю, нет каких-то вроде таких прямо жестких запрет на поставку. Запреты касаются электрических моментов, то есть, есть какой-то список, возможно, наши бывшие союзники из Европы могут, эта запчасть может подойти на истребитель или на танк, если она из электроники, то есть, вот этот есть момент. И, что могу сказать, горячий смазочек материалов, смазки, масла, вот этого момента касается. Так как, в принципе, этого очень мало, и даже делается описание товара, мы не сталкивались тем, что прям запрет. Есть некие сложности с перечислением денег, если фирма значит за рубежом частично или полностью принадлежит россиянину, то есть банки, которые являются корреспондентами, деньги из России уходят, они поступают на счет банка-корреспондентов. Как правило, эти банки все великанские. И начинается анкетирование, такой затяжной процесс, при котором умерли друзья, товарищи, которые по 100 тысяч долларов, по 150, по полтора, по два месяца писали оправдательные документы, что они нет. не жулисты, не террористы, а что это просто мирный груз. То есть вот эти препоны есть. Ну, я могу сказать, что да, я с ними лично затяжные сложные препоны. Если покупать напрямую, допустим, у тех же самых турков, ну, вроде бы, пока все спокойно. Сегодня возможно ли гарантировать срок поставки, вообще сам факт поставки деталей? И, может быть, ситуация меняется к лучшему? Можно при условии, что они изменятся в текущей обстановке. Политическое, я имею ввиду, и те последствия, которые происходят и тем, что психополитические решения принимают. Ну, то есть, ужесточение санкций, что там подобное. Не пускать русские корабли через баспорт. множество моментов. То есть, мы не знаем, мы заложены ситуации, мы просто действуем, делаем свое дело, то, которым занимались по много лет, и адаптируемся под эти обстоятельства. Если будут какие-то изменения, понимаете, по большому счету, наверное, полный форт пожертв. Корее такие изменения. То, кто что может гарантиру? Если останется так, как есть, сейчас состояние спокойнее, все приспособились, и механизм работает. Гарантировать можно, сроки стали больше, 2 раза. Ну, в среднем считать. То есть, для того, чтобы техника в пассивную или в уборочную не останавливалась, за какой период времени нужно заказать детали? Аграрию? Ну, у кого, во-первых, такого года выпустил, у кого, какой-то титул ремонтный, кто-то начинает ремонтироваться, сразу поставил, там, в октябре, я знаю, ребята, МПС, которые дефектопки делают в октябре, опытные, серьезные, такие люди, по 40, по 50 комбайнов, в октябре, в ноябре ставят технику, сразу делают дефектопки, сразу делают заказы, до нового года все оплачивают, и в январе уже получают. То есть, это один подход. Есть люди, которые в мае только вспоминают этот комбайн, есть люди, у которых техника новая, там и вспоминать еще, его сделали, и убрали около дома 10, там у каждого своя история, и человеку ответственному за этот момент нужно просто трезво взвесить все свои положения, свои риски, и обязательно взять этот парт, вообще кем, ну, просто здравый смысл. В прошлом году вот по разным статистическим данным подорожали запчасти там какие-то на 50%, какие-то на 250%, что будет дальше с ценами, сейчас они стабильны или нет, будут ли дорожать детали, будут ли они наоборот дешеветь там при определенных условиях, как вы чувствуете? Слушайте, с одной стороны, хотелось бы, чтобы начало дешеветь, но пока уже который год, чтобы не произошло, рост валюты, снижение валюты, все равно все в лучшем случае перестает дорожать. То есть это вот так. Будет ли еще дорожать? Хочется спросить в неизвестность, а куда будет еще дорожать? Но, скорее всего, будет такой, если опять-таки не будет каких-то политических, каких-то таких макросерьезных стрессов, я думаю, в конце апреля, в течение мая, июня будет рост спроса, но он просто сезонный, он эффективный, он ежегодный, он традиционный, скажем так. Роман Николаевич, вопрос такой, вы знаете всю эту ситуацию изнутри, с поставками запчастей, с закупкой запчастей, с оплатой запчастей, какие можете дать рекомендации аграриям? Избавляться от зарубежной техники, покупать отечественную или сохранять технику, что, как, как действовать дальше? Я уже давно вообще остерегаюсь давать какие-то советы, потому что это неблагодарное дело. Я думаю, что наши люди, не то, что думаю, уверен, что именно наши люди, вообще российские, особенно те, которые имеют советские, просто это самые адаптированные к непредсказуемости люди на планете. И те ребята, которые работают, дают результат, дают урожай, кормим полпланеты нашим урожаем и сушь. На то пошло, что они сами знают, что им делать, сто процентов. Всегда во все времена был, знаете, как выруливал всегда все на здравом свете. То есть посмотрим, посмотрим, к чему развернется. Да, с одной стороны безопаснее иметь, комбайн отечественного производства, либо там трактор. С другой стороны, если начинать углубляться в поднагрузную отечественного производства, там не так много, к сожалению, отечественного. Классовские машины, импортные моторы и так далее. То есть такой ли он отечественный. Еще с другой стороны, исправляться это тоже не такой простой момент, потому что лизинг, кредиции, техника обремененная у многих, процесс финансовый, вообще ему все равно, война там, или нет, финансы, они живут и действуют по своим законам, ставят в рамки тех участников этого процесса. До каждого своя ситуация. Наверное, я бы только не то, чтобы там посоветовал одно сожжение, отдержаться, помогать друг другу, подсказывать, поддерживать, просто даже информационным обменам и вместе дружно хотеть скорейшего такого какого-то наилучшего, скажем так, разворота событий. А дальше уже как и вышло. делать свое дело и как предадим мой очень хороший знакомый, кстати, руководитель сельхозпредприятия, делай, что должен, а что будет, что будет. Я думаю, что мы и делаем, что должны, в своих местах. и сельхозпредприятия, Продолжение следует...